Какую температуру выдерживают кабачки в открытом грунте? Кабачки, пожалуй, одна из наиболее востребованных и распространенных культур среди наших огородников. Растения неприхотливы в уходе, но при этом приносят обильный урожай вкусных и полезных кабачков. У овоща богатый химический состав, витамины, минералы, макро- и микроэлементы, а также диетические свойства. Чтобы на своем огороде вырастить хороший урожай, нужно ознакомиться с несколькими простыми правилами посадки и ухода, а потом просто им следовать. Описание популярных сортов Прежде чем приступить к изучению наиболее популярных сортов, стоит рассмотреть основные аспекты их выбора – обильность плодоношения. Особенности опыления Самобесплодные опыляются насекомыми, тип ростоплетистой кустовой, продолжительность созревания – ранние, средние или поздние. Ознакомившись с индивидуальными особенностями каждого сорта перед их приобретением, удастся получить максимальную отдачу от выбранной культуры. Какую температуру выдерживают кабачки в открытом грунте? Селекционеры без устали занимаются разведением новых сортов кабачков. Выращивать многие из них становится все проще, даже несмотря на неблагоприятный климат. Рассмотрим наиболее востребованные, самопыляемые виды ковили – один из лучших гибридов, которому свойственен ранний срок созревания и обильное плодоношение. Длина плодов способна достигать 22 см, окрас – светло-зеленый. Продолжительность созревания плодов около полутора месяца. С одного кварталов М. При соблюдении всех правил агротехники удается собрать до 9 кг урожая. Медуза – это супер-ранний гибрид. Рекомендуется возделывать под пленкой, обладает преимущественной особенностью, способен вырастать при значительных перепадах температуры. Длительность созревания около 35 дней. У плодов нежная кожица светло-зеленого окраса. Семенная камера небольших размеров, мякоть в меру сочная или плотная. Длина – 25 см, а вес около 0,8 кг. Партенон – результат работы голландских селекционеров «Гибрид». Обладает показателями обильного плодоношения и компактностью. На 1 квадратный метр можно посадить 3-4 растения и собрать около 15 кг плодов. Этот сорт рекомендуется использовать для посадки в теплице. У овоща темно-зеленый окрас, мякоть в меру сочная, плотная, светлого окраса и с превосходными вкусовыми качествами. Стоит отметить универсальное использование плодов, их можно есть сырыми, жарить, тушить, а также делать заготовки на зиму. Эти кабачки растут при температуре ниже нормы до сентября. Кабачки – температура выращивания. Многие огородники часто интересуются, какую температуру выдерживают кабачки в открытом грунте. И это существенный вопрос, так как одним из наиболее значимых факторов успешных всходов является температурный режим, а также состав почвы. Если почва еще плохо прогрелась из-за низких температур, с посадкой рассады в открытую почву лучше повременить. Ранее посадка рассады кабачков важно. Какую температуру выдерживает рассада кабачков в открытом грунте? Опытные огородники рекомендуют высаживать семя, когда температура земли превысит 11-12 градусов с глубину лунок делают не менее 10 сантиметров. Резкие похолодания растения не выносят. Обусловлено это индивидуальным строением листьев и стебля кабачков. Им свойственна пещеристая рыхлая структура, поэтому понижение температуры ниже 10 градусов может оказаться убийственным для куста. Кабачки растут при температуре за несколько дней до высадки семян их рекомендуется прогреть. Как вариант подержать на подоконнике, куда проникают солнечные лучи. Первые всходы, как правило, появляются, когда днем от 18 до 21 градусов с дни выше, а температура для кабачков ночью плюс 13-15 градусов с. Растение хорошо развивается, если днем достаточно солнечного света, температура воздуха не ниже нормы. А крепшие ростки отлично растут при температуре плюс 20 градусов с выше. Какая минимальная температура для кабачков является критической? Замерзнуть и погибнуть растение может осенью при температуре минус 11 градусов с. Выдержать такое похолодание они могут не дольше недели. Если растения все же погибли, нужно немедленно собрать хоть какой-то урожай, так как сначала отмирают листья, а уж после начинают гнить плоды. Заболевания и вредители. Обратите внимание, не только морозы способны уничтожить урожай кабачков. Опасаться стоят вредители различные заболевания, которые могут за короткий промежуток погубить кусты и плоды. Антракноз на кабачках к распространенным болезням относится вершинный бактериоз. Симптом развития болезни – пожелтение плодов. При сильном поражении высока вероятность того, что кабачки будут желтеть и гнить. Развивается недуг при обильном увлажнении почвы и плохой микроциркуляции воздуха. Пораженные кусты спасти невозможно, поэтому заранее нужно провести профилактические мероприятия, правильно ухаживать за растением и орошать фунгицидами. Мучнистая роса – симптом недуга образования многочисленных белых пятен на листьях. Это грибковое заболевание, от которого скручиваются и высыхают листья. Если растения заразились, то нужно удалить пораженные фрагменты и сжечь, а затем обработать кусты фунгицидами. А лучше всего во время покупки посадочного материала отдавать предпочтение сортам, которые устойчивы к мучнистой росе. Фузариоз поражает корневую систему. В процессе развития поражает стебель и листья. Растение увядает и сохнет на глазах. Для лечения кустов потребуется обсыпать всю плантацию, включая прилегающую почву древесной золой. При сильном поражении целесообразны химические препараты. Важно, патогенные, болезнетворные микроорганизмы и грибы не способны жить в нейтральном и насыщенном кальцием грунте. Что касается вредителей, кабачки любят покушать бахчевая тля, которая селится на внутренней стороне листьев и высасывает все соки из куста. Для борьбы пускают в ход препараты скраде «Ростковая муха», уничтожая молодые ростки на корню. В ее уничтожении хорошо зарекомендовали себе фуфанон и карбафос. Итак, для культивирования кабачков знать какие-то особые технологии не нужно. Достаточно стандартного набора знаний, когда и при какой температуре сажать, как ухаживать и от кого спасать. Если все это учесть, то у садовода возникнет другая проблема, куда же девать урожай кабачков, которого столько уродилось. Продолжение следует...